К юбилею детского сада номер 43 готовились всем поселкам. Чтобы радость торжества с коллективом разделили все дружницы, было принято решение провести праздник в сельском доме культуры. На мероприятии по случаю юбилея детского сада побывала и наша съемочная группа. Новое здание детского сада в поселке Дружно было построено в 2007 году и было рассчитано на 44 ребенка. За 10 лет сад рос и развивался. Сейчас его посещает почти в два раза больше детей. Его сотрудники и воспитанники – активные участники творческих, спортивных и профессиональных конкурсов. Как отметила заведующая детским садом номер 43, в том, каким детский сад является сейчас, заслуга большого количества людей. Родители, бабушки, дедушки, главные наши помощники, без которых нам было бы очень трудно. Огромное им спасибо за все. Детский сад – это сотрудники. Трудолюбивые, ответственные, очень исполнительные, болеющие за детский сад всей душой и очень любящие детей. Детский сад – это наша администрация, которой всегда, всегда во всем нам помогали, никогда не отказывались. Большое огромное спасибо. Мне хочется поблагодарить наших друзей в Еврахим, в БМУ, которые тоже нам очень часто помогают. Когда вступил в силу 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, было принято решение, первый объект, который будет построен за средство поселения – это детский сад номер 43. Мне хотелось бы в первую очередь сегодня поблагодарить того человека, который строил этот детский сад, его предприятие – Золкин Константин Александрович. К сожалению, его сегодня нет, но мы вчера с ним встречались, обговаривали все с ним вопросы. Он никогда не был и не будет, как и мы, в том числе, в стороне от проблем, которые появляются в детском саде. Наш детский сад с каждым годом просто становится лучше, краше и красивее. Спасибо всем сегодня присутствующим. Всем благополучия, позитива, удачи, а самое главное – здоровья. С Новым годом! Сотрудники, проработавшие в детском саду более 10 лет, были отмечены благодарственными письмами от главы Дружнинского сельского поселения. Также в разных номинациях были отмечены и другие сотрудники, которые каждый день вносят свою лепту в процветание детского сада. Они же со своей стороны порадовали зрителей своими творческими талантами. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваши глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. С днём рождения, у века, радость и веселья, любых желаний исполнения и берёт ночей день. С днём рождения, любви за правом окружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Добрые слова и пожелания звучали в день юбилея от заместителя главы района по социальным вопросам Полины Миковой, директора Дружнинской школы Светланы Франской, настоятеля свято-рождественского храма имени Серафима Саровского, отца Андрея. Хорошего настроения добавили самые юные воспитанники детского сада. Раз-два-душка, два-душка, я-то просто не лепал. Чет-то не равный, сходный пушка, лупа хлопает, да-да. Раз-душка, два-душка, я-то просто не лепал. Если равный, хватит немножко, вы поплопайте тогда. Сегодня не зря зарядилась земля, потому что земля поздравляю тебя с днём рождения. И я, и я, и я, и я поздравляю тебя с днём рождения. И я, и я, и я, и я поздравляю тебя. За 10 лет существования из Дружненского детского сада выпустились более 180 воспитанников. Многие из них и сейчас не забывают любимый детский сад. АПЛОДИСМЕНТЫ В завершении праздника на сцену вышли все участники концерта. И какой же юбилей без праздничного торта. Отведать угощение пригласили всех желающих. Я горжусь, что я работала воспитателем. Я люблю эту профессию. Спасибо, хочется сказать, нашей замечательной, очаровательной заведующей Руденко Татьяна Александровна, которая научила нас многому именно в педагогической деятельности. Но даже, могу сказать, больше не только в педагогической деятельности, но ещё и в жизни. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.